Всем привет дорогие мои друзья, с вами Рэй и мы продолжаем с вами проходить Хастл Кастл, так что у нас тут? Ясно, Матвей у меня получил 40 уровень и это замечательно. Казначеи приподнялись, тоже неплохо, ну и естественно повара, вместе с алхимиками кстати. Так, день сжата и у нас почти 400 тысяч, ребята, значит нам надо на что-то копить. А на что, я пока не знаю. Кстати, с бревнами тоже вроде бы неплохо. Надо будет над этим ребятушки как-то нам покумекать. Ну, а пока мы наверное с вами куда-нибудь наверное отправимся, глянем сейчас только. Так, нам нужно минимум 900 тысяч, ребята, а это еще примерно 500 штук нам надо заработать. Давайте искать жертву. Ну-ка, так добавляем естественно магию. Так, отлично, ставим новенькую на строительство, на изготовление и давайте смотреть в Никитоса, что он из себя представляет. В принципе, мой клиент, так что, ребята, нападаем на него, грабим и по-быренькому сматываемся. Надеюсь, у нас здесь все пройдет четко и гладко. Хотя, я уже, ребята, почему-то сомневаюсь. Вы посмотрите еще, что он творит. Нет, 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 должны, должны. Блин. Так, я использовал отхил. Пока идем на равных, да упади ты. Есть, он упал. Все, ребятушки, разбираем магов. И, в принципе, мы на коне. Все. Мои маги постарались, меня воскресили. И, в принципе, мы зарабатываем 50 тысяч сверху. Отлично. Просто изумительно. И это значит, что у нас сейчас 436 тысяч. Давайте, ребятушки, идите у меня хильтесь. Вам это нужно. Очень даже. Вы хорошо поработали, поэтому заслужили у меня отдых. Так, здесь у меня 22 часа. С половиной будет еще строиться казна. Да, это очень долго. Иди-ка в помощь сюда. Будешь помогать, чтобы она, естественно, быстрее строилась. Что у нас здесь еще? А ты почему-то просто так. Ну-ка, давай иди сюда, роднуля. Все. Ну вот, немножечко мы сократили время. Почти до 20 часов. Это нормально. Так, вот с яблоками, ребятушки, у меня напряженка. Опять же, 93 тысячи яблок. Слишком много мы здесь с вами сегодня не погуляем. Давайте-ка глянем Джейка. Так, давайте возьмем на скорость атаки, наверное, и броню. Это будет самый оптимальный вариантик у нас. Ну и, естественно, ставим на замену броню. И еще бронюку давайте влепим. Так, и вот так. Будет самое то. Отхил, кстати, он тоже полезен. В очень критических ситуациях особенно. И особенно для магов. Так, ну что у нас здесь? Так, ресльщик у нас находится. Даггер. Это, наверное... Угу. Хил. И дамагер. Причем массовый дамагер. И 90 тысяч у него мощей. Ха-ха. Я даже не знаю. Затрудняюсь, конечно, сказать. Давайте глянем кого-нибудь еще. Вот, например, Диего. Что он из себя представляет? Так, тут у него 100 тысяч. Это сразу нет. Потому что я уже прекрасно понимаю, чем там пахнет. Славян. Что у славяна у нас имеется? Ага. 77 тысяч. Но, ребята, извините, у него... Так, воскрешение. Плюс, помимо этого, у него... Пять человек в группе. Пять. У меня четыре, а у него пять. То бишь, преимущество уже на одного. Плюс, он будет стоять в замке. Ну и, конечно же, у него есть ресльщики. Поэтому, я думаю, что мы этот вариант тоже упустим. И как-то очень плохо, ребята, получается. Потому что мне нужны деньги. А вокруг меня стоят такие бизоны. Ну-ка, Мишаня. Раскройка козыри. Ага. А вот это, скорее всего, уже наш клиент. Так, даггерщик. Не очень такой особый, конечно. Ну, критует, критует. Хилка. Еще одна хилочка. И... И дамагер. Маг дамагер. Даже я не знаю. Ну, можно попробовать. Так что, давайте, ребята, сейчас мы вернем своих братков к себе в казарму. И сделаем, наверное, скорее всего, нападение. А, насколько я помню, Эндрю я уже просматривал с мобильного аппарата. Да, я иногда играю с телефона. Так что, по-моему, там нормальный такой паренек. Даже и не знаю. Ладно, ребят, давайте на него... Так, подожди. Мануэль. А что у нас у Мануэля? Ой, 100 тысяч. Нет. Мне этот мануэль не совсем подходит. А Мэтью... Что у нас у Мэтью? Ну, вот Мэтью мы сейчас, наверное, и начнем с вами бомбить. Так, иди сюда, родной. У него тоже даггерчик. Пошла мода на ножи. Поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это что такое? Я никак не ожидал, что будет такой поворот. Вы посмотрите, я не могу просто ничего с ним сделать. Ха! Как это... А, нет, все-таки забомбили. Давай, ребята, давайте магов крошим, крошим. Ух ты! Ребят, я вам скажу одно, что мы как-то чудом умудрились его забомбить. Как вы сами прекрасно видели, у него три хила стояло, которые отхиливали его танка. И я практически ничего не смог сделать. Хорошо, что маги переключились на его магов. И, в принципе, за счет этого мы и победили. Да, улов, конечно, небольшой. И мне еще не нравится, что у меня за 2000 уже ПВП очков. Надо будет мне обязательно их сбросить. Потому что иначе я вообще ничего не смогу сделать. Будут стоять ребята в отряде с пятью человечками. В замке обустроенном. Все в полной броне. И я буду просто-напросто тихо в сторонке рыдать. Смотря на то, как они будут меня разбивать в этот момент. Ну что же, ладно, сейчас у меня ребята отхилятся. И мы с вами отправимся в бой. Так, давайте-ка мы сейчас здесь. Да, с магией тоже напряженка. Осталось у меня еще две в запасе. Но это на ускорение, ребята. На ускорение, как вы знаете, здесь особо-то нам и не пригодится. В принципе. Но в путь, естественно, пойдет у нас все. Так, ладно. Ну что же, давайте тогда глянем Филиппа. 70, почти 5000 мощей. У него маги. Я так понимаю, три штуки. Так. И даггерщик. Ну, с даггерщиком я думаю, что можно, в принципе, справиться. Так, опять мои там бомбят. Замок у него как выглядит-то? Ну-ка, дай заценить. Да, народу у него тут бегает немало. Вы посмотрите сами. Единственное, что я не могу понять. Ага, трехзвездочный. Тут двухзвездочный. Короче, очень много мелочи. Почему он их не выгоняет, я ума не приложу. Ну, видимо, если замок позволяет столько держать, то довольно неплохо он у него развит. Да, получается именно так, ребята. И плюс он, смотрите-ка, он себе делает казно. Казна же это? Или столовка, я уже забыл. Нет, это казна. Казначей там ходят. Ладно. Хорошо, ребята. Посмотрели мы на него. У него только катапульта. Плюс этот свистун на балконе. Ну, довольно приличный. Ну, я не знаю. У нас два варианта, ребята. Либо валить с вами Филиппа. Ууу, вот я о чем вам говорил. Что Никита это жесть. Ядрить его на корень. Воскрешает 10736. Нормально, да? Он просто поднимает своего воина или любого там мага практически с целыми жизнями. Это никуда не годится. Поэтому Никиту мы обходим стороной. И бежим от него, как не знает кого. Алоэ. Ну, что там опять у меня произошло, а? Так, вот Алоэ тоже, в принципе, нам подходит. У него два мага. Арбалетчик и танк. Так, надо взять на заметку Филипп. Алло, да что такое? Давайте глянем, что здесь у нас происходит. Опять какая? Ага, крыса. А я уж думал, Каспар нас навестил. Нет, нет, я ошибся. Ну что, мои ребята там, по-моему, отхилились, да? Да, они уже себя чувствуют вольготно, вовсю гуляют. Поэтому возвращаем их в казарму. И давайте делать с вами очередное нападение. Тут уж не так много и осталось подкопить. Так, все собрали вроде бы. Больше нигде ничего не разбросано. Поехали, ребятушки, глянем. Так, кого? Давайте, наверное, начнем с этого. Как это звать-то? Алоэ, да. А потом, может быть, и Филиппа затронем. Поехали. В принципе, я думаю, что тут не должно быть никаких проблем. Потому что у него арбалетчик. Два мага и танк. Танк падает сразу, так как нехватка хила или того же самого Реса. Так, ускорение я поставил. Они должны, в принципе, все. Все, ребята, мы разобрали. Вот о чем я вам и говорил. Что на ускорение это нормально. Ну и отхил. Конечно, 100 тысяч мы с него поимели. Плюс 40 тысяч бревен. Довольно-довольно неплохой куш. Так, идите, ребятушки, опять отхиливайтесь. И нас ждут с вами великие дела. Мне еще надо 350 тысяч накопить. А вот это уже будет проблема. Потому что остались там одни бизоны. Ну, за исключением, может быть, двух-трех бойцов. Вот Мануэль. Я уже не помню, смотрел я его или нет. И с магией. Да, конечно же, у нас проблема с магией. И помимо этого, ребята, еще проблема с яблоками. У меня 68 тысяч яблок. Это при хорошем раскладе. Шесть походов у нас получается. Причем, если их сделать удачными. Нет. Тут немножечко мы не дотягиваем. Посмотрите. У него хилый-хилый танк. Там пуля. Опять же даггерчик. И рез. Который воскрешает почти 6000 хп. Довольно такой мощный и противный враг. Поэтому даже не знаю. Наверное, мы Мануэля трогать все-таки не будем. Так, Миша. Что у нас с Мишей? У него 50 тысяч золота. Это довольно неплохой куш. И мощей у него очень мало. Поэтому, ребята, надо срочно на него нападать. А мои еще там, как всегда, хилятся, да? Давайте-ка по баренькому глянем. А нет, смотрите, ребята. Как раз они подоспели к сроку. Так что, Мишаня, держись. Я иду к тебе в гости. Ничего личного. Просто нужны деньги. Причем позарез. И будет у меня в случае победы, естественно, 600 с копейками. Так, где он у меня? Ага, вот он. Ну все. Была-не была. Посмотрим, что из этого у нас получится. 58 тысяч мощей против 80. Поехали. Так. Главное положить танк. Потому что... Ах ты, черт подери. Смотри, какая ситуация опять получается. Опять отхил. Нет, 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 нет. Не должны упасть. Не должны. Давай, ребята, давай. У меня осталось одно ускорение. Ёлки-то и палки. Ну, да давай тогда бомбите, вы маги. Ну, осталось только чуть-чуть. Доядрить. Ой, все, ребята, все. Провал. Просто провал. И так нелепо было все это сделано. Черт тебя подери, а. Ладно, ребятушки. Они у меня будут отхиливаться. Яблок у нас практически не осталось. И у меня есть предложение с вами встретиться через небольшой промежуток времени. Когда все стабилизируется. Ну что, здравствуйте, дорогие мои. Вот мы опять с вами встретились. И продолжаем проходить хастл-кастл. Так, у нас, значит, жилая комната нам не нужна. Давайте камеру отдалим. Казначея у меня получают 12-13 уровень. Это неплохо. Далеко. Вау. Динжат неплохо мы с вами срубили. Яблочек у нас сейчас самое то, что надо, как говорится. И осталось у нас всего лишь добыть соточку. 111 тысяч. Думаю, сейчас мы этим с вами и займемся. Так, ребята мои готовы. Ух ты, у нас тут еще и вторжение. Ну что же, я думаю, наверное, мы начнем именно с вторжения. Потому что это все-таки ресурсы, это деньги. Это есть шанс чего-нибудь, как говорится, хорошего нам поиметь. Так что давайте приступим к этому, естественно, хорошему делу. Погнали. Так, орки это все ерунда. Никакого, как говорится, сопротивления мы от них не увидим. Причем при всем они очень довольно быстро разбираются. Да, единственное, конечно, мы будем отхиливаться через каждый бой. Но я думаю, оно того стоит. И еще один плюс, что мы от этого не получаем никаких очков ПВП. Это очень хорошо, потому что у меня уже 2000 с копейкой. И это очень плохо, ребята, для меня. Так, давайте-ка, ребята, бегите. Открываем сундук и смотрим, что выпадает с него. Ага, роба на мага. 6 450. 38 уровень. А у моего мага какая стоит? Слабенькая. Ага, есть, ребята, смысл поменять. Хотя это идет без статов. Хм. Что мы будем выбирать? Броню, здоровье или статы? Пускай тогда будет так все. Ладно, собираем здесь все, что у нас поднакопилось. Маленько. Так, ребята, у меня там... Ага, ну в принципе они все готовы. Спасибо, ребята, вам за подарки. Огромное спасибо. И сейчас я вам отправлю тоже их взамен. Ну что же, ребята, закончили мы с подарками. Ну и настало время, наверное, их открывать. Так, давайте вернем своих ребят в отрядик обратно. В казарму. И приступаем. Так, поехали. Ну, обычно с этих у нас чемоданчиков, сундучков, не выпадает ничего хорошего. Ну и ресурсы нам в данный момент очень сильно нужны. Ну, а если выпадет какая-нибудь шмотка или оружие, я буду только рад. Так. Нет, ничего, ребята, пока нету. Ладно. Тут у нас еще прогрессик сделался. Ну, вот с этого сундучка есть вероятность чего-нибудь выловить. Ну, а пока вскрываем эти. Так, опять ресурсы. Ребятушки, мне остается с каждым шагом... О, бронька выпала. Ну, я так понимаю, слабенькая, наверное, да? Осталось у нас три сундучка. Так что давайте глянем ресурсики. И здесь наверняка тоже ресурсы. Да, так и есть. И последний. Последний вскрываем. И идем, ребятушки, мы с вами. Куда? Естественно, на карту. И, естественно, на орков. Что у меня тут? Ребята, где там броня-то, кстати, которую мы достали? Вот. Ну, я так и думал, что она будет слабенькая. Так что оставляем ее в покое. И бежим на карту добивать орков. 56 тысяч орков. Так что это нас особо сильно не волнует. Поехали к разборке полетов. Сейчас они у нас выкусят по полной программе. Воевать с орками одно удовольствие. Мекотелы это раз. Сундучок дует это два. Ну, жалко, конечно, что не дают за них опыта. Но зато и ПВП очков не дают. А это большой плюс. Так, возвращаем толстячка и мага на отхил. Вскрываем с вами сундучок и смотрим, что ресурсы. Ну, что же. Так, мне осталось совсем ничего, ребятушки. И скоро я смогу накопить. А на что я смогу накопить-то себе? Ага, у меня на выбор, блин. Выбор-то, кстати, невелик. Денег нужно много, до миллиона мне далеко. Ну, я буду стараться. Почему бы и нет? Что там они мои? Не отхилились еще? Нет. Ну, маг уже практически готов. Так, получается у нас ник. Давайте глянем его. А что? 75 тысяч, в принципе, я считаю, что нормально. Здесь у нас маг. Хилер. Здесь у нас дамагер маг. Рез. Ну и, как обычно, воин. Ясно. В общем, стандартная партия. Кстати, вы заметили, что сейчас луков практически никто не берет. Я не знаю, почему. Но лично, по моему мнению, маги как-то сильнее лучников. Во-первых, маги, которые бьют обширные маги, у них большой дамаг. Так что... Ну, а лучник у нас одиночка, одноцельный. Поэтому, наверное, в этом я и преимущество нахожу в магах. Так, давайте, ребята, приступаем к разбору полетов. Тут уже, наверное, будет серьезная потасовочка у нас. Но пока, как вы видите, мы рулим. Рулили. Сейчас положат моего. Переключаются на магов. И тут уже, ребята, кто быстрее, как говорится. Но, по ходу дела, скорее всего, мы. Да? Да убейте вы этого толстяка, ихнего танка. Ага, все, отлично. У меня как раз три мага воскрешены. В общем, вся компашка моя была в сборе. Великолепно просто. И теперь придется их всех на отхил бросать. 867 тысяч у меня. Ну, уже, уже около дела. Так что осталось подождать немножечко. Хотя, ребята, как сказать. У нас же там, кроме орков, еще есть люди. Ну, а людей-то я всех не просматривал. Поэтому, может быть, даже и затянется у нас эта песня. Ладно, ждем, когда они отхилятся. И идем с вами, опять же, в бой. Возвращаем богатырей обратно. Они у меня в полном боевом духе. И смотрим, ребята. Что там такое? А, понятно. Мне бы, конечно, хотелось бы пропать госпиталь. Но, сами понимаете, для него нужно 600 с лишним дерева. Хотя, я уже около того. В общем, сейчас, если мы наберем, я, естественно, поставлю апаться госпиталь. А пока у нас наши любимые орки. Так, выставляем магию. Давайте возьмем брунку и лучик. И взамен что-нибудь влепим. Давайте, наверное, фаербол, потому что у меня их практически и нету. И не осталось. Ну, что ж, давайте бомбить их. И отнимать у них, естественно, сундук. Давайте, идите сюда, ребята. Будем по-хорошему с вами разговаривать. Но, они по-хорошему не хотят, поэтому будем по-плохому. Так, замечательное. Все. Выкладываемся буквально в 5 секунд. Так, отлично, сундук наш. Сейчас мы его вскроем. Что-то, кстати, с ревардом в последнее время не фартит, ребята. Ничего хорошего не выпадает. Ну, будем сейчас смотреть, что здесь. Так. Ну, как обычно, ресурсы. Можно даже не загадывать ни на что. Партизанов возвращаем своих. Берем сундук. Открываем. И что здесь у нас выпадает? Из него... Ага, посох. Восстанавливает союзнику 1738 здоровья. 441 идет по урону, да? Нафиг. Разбираем его. Он нам не нужен. Ну, что же, ребята. А мы с вами отправляем. Сейчас деньги соберу. Так, отлично. Улыбочки. На карту добивать орков. Их уже осталось совсем ничего. Так, идите сюда, красавцы мои. Хе-хе-хе. Что у них там на зубах, а? Какие-то кольца воткнутые. Только сейчас заметил, между прочим. Так, отлично. Ну что, я вот не знаю, ребята. С ножами, в принципе, мой танк с ножами нормально себя ведет. Но почему-то я не вижу особого дамага. Хотя, если брать выбор топор, булава и ножи, я думаю, что с ножами он более эффективно делется. По крайней мере, видно, что он ими бьет. А с топором и с булавой пока замахнется, пока это, то, в общем, никакого эффекта. Опа, на. А, костюмчик для алхимика. Давайте, наверное, глянем. Где они, мои родные алхимики? Так, 310. Ага, вот уже и есть слабое звено. Здесь 360. Это еще нормально. 345. А мне на сколько? Я уже забыл. О, давайте вот это, наверное, наденем сюда. Так, 325. Его мы уничтожаем. И теперь у нас все нормально. Осталось только бронька на 345. Добыча ресурсов в час. Так, собираем всю трихомудию. Ну что там, они вылечились у меня? Как обычно все, кроме мага. Ладно. Так, смотрим тогда. Слушайте, а у меня что? Ага, вот. Вот ему надо поменять, ребята. Где она? Вот, одеваем. Ну, я думаю, что вот эту можно было бы вполне бахнуть даже. Она уже нам не пригодится. 310, это слишком слабо. Так что все пока на этом, ребятушки. Ну что, осталось чуть-чуть. Давайте возвращать их. И отправимся. Так, денег у меня почти лям. Почти. Ну-ка, хватает у меня? Ух, ребят, давайте поставим себе что-нибудь. Давайте посох, наверное, влепим. Как обычно, я люблю крафтить посохи. Так, алхимики, идите на крафт. Будете мне давать шанс. С улучшенными статами. Ну все, мой последний танкуша отхилился. И мы с вами отправляемся сейчас в деревья только. Все, да? Все, отправляемся. Добивать, добивать орков. Сколько? Четыре штуки их осталось. Сейчас с этими сейчас по-быренькому покончим. Идите сюда, уродцы. Мелкие. Что-то еще бухать там. Вот, кстати, хорошо для мага, который именно масухой бьет. Тем, что он свой вот этот вот огненный шар в толпу бросает. И они все получают урон. Вот в этом преимущество мага. Так, получили сундук. Давайте опять их на отхил. Ну, блин, маг, ты надоел. Почему ты у меня все время получаешь ранения? И, оу, тоже на алхимика, ребята. Двенадцатого уровня, да? У меня вроде бы, если я не ошибаюсь, такие ребята существуют. Так. Ну-кася. Отлично. Самое то, что надо. Ха-ха. Двести пятьдесят пять. А у меня на... Да, конечно, меняем. Ребята, о чем тут можно вообще думать? Так, тут триста десять. Это нормальная у тебя? Двести девяносто пять. Ну что же. Все вроде бы нормалек, ребята. Алхимики у меня одеты отлично. Казначеи тоже. Повара просто шик. Вот единственное, кто мне страдает, это пока лесорубы. Очень мало на них выпадает шмоток. Колец там всяких топорик есть. Ну, очень нужен высокий уровень. Так, давайте последнего, наверное... А, нет. Пред... Предпредпоследнего добиваем. И будем, наверное, уже идти на ПВП. Так. Разобрали. Иди сюда, сосунок. Это мы сейчас с вами копим на... На госпиталь. Да, будем крафтить с вами госпиталь. Хотя... Я хотел бы, наверное, ребята, и казну увеличить. Госпиталь никуда от нас не будет. В общем, сейчас накопим, а там уже разберемся, что нам лучше сделать. Обратно их на отхил. И будем с вами брать сундук. Хотя я... Даже не рассчитываю, что там что-то выпадет хорошее, потому что... Только одни ресурсы в него выпадают в последнее время. Вот, как вы видите. Ну что же, ладно, ждем, когда они отхилятся у нас. Пухлый почти-почти. Все, он у нас готов. Давайте его возвращаем. И полетим с вами на карту. Добивать оставшихся орков. Сколько там? Еще двое, да? Так, 74 тысячи. Даже на... Можно, в принципе, и не смотреть на их этот... На ихнюю мощь. Потому что сколько ты им не дай, все равно они будут ватными. Потому что они, как видите, не одеты ни в какую броню. И луки у них еще доисторические. А мощь это даже не показатель у них. Сундучок это хорошо. Ресурсы, деньги это замечательно. А остальное все ерунда. Так, открываем его. Как говорится, Сим-Сим откройся. И выдал он нам только деньги. Ну и дерево немножко. Опять же, нам придется ждать, пока они у нас отхилятся. Давайте-ка глянем. Ну, в принципе, и все нормально. Так, давайте последние. Последние три даже. Немножечко я ошибся. Так, ватники, бегом ко мне. Так, ну видите, да? Он бьет. Вот я смотрю, сколько он наносит урона. Лично один. 1700. Где-то так. Именно мой кинжальчик. А остальные там бьют кто поскольку. Особенно Масуха. Масуха бьет вообще замечательно. И наносит урон всем. Поэтому, если бы здесь был опыт на каждого персонажа, маг бы этот качался бы только в путь. Так, ну что, ждем, когда у нас этот пухлый отлечится. И побежим опять добивать этих орков. Забираем дерево. Ну и что? Толстяк уже готов. Так что возвращаем. И вперед. Осталось два последних орка у нас. Два вторжения. И, по-моему, я еще не получал, кстати, за них синий кисунючок. Ну, а как вы знаете, с него падает какая-нибудь плюшка обязательно. Или колечко, или меч, или броня. И не важно, на что. Главное, что падает. Как говорится, это стопроцентный вариант. Все, отлично. Завалили мы их. Смотрим. Смотрим сундучок. Ну, естественно, и сейчас на отхил, как обычно. Будем вскрывать сундук. И опять ждать, когда они отхилятся. Поэтому я, наверное, ребята, при монтаже буду делать немножко по-другому. Я сделаю так, чтобы эти времена простоя, где они хилятся, вас слишком сильно не обременяли. Давайте вот эту бахнем. Отличненько. Хотя у меня этих бронек, елки-палки, хоть одним местом жуй. Ну, что же. Так, собираем улыбочки, яблочки. И можно, в принципе, отправляться в путь. Так, собрали. Все, последнюю микродозу он свои долечил. И мы идем на последнего оставшегося орка. А там уже, ребята, нам придется пвпшиться. Как ни крутить, денег все равно нам не хватает. Ресурсов тоже. Так, этих разбираем практически моментально. Блин, может быть, даже я не знаю. Может быть, при монтаже я даже уберу эти драки с орками. Зачем я не ума не приложу? Хотя, ну, о! Вот, отлично. Я получил свой синий сундук. Давайте-ка, ребятушки, посмотрим. Ну, с этого ресурса. Ну, с этого должны быть плюшки. Ага, булава. Так, это 797. 801. Это будет покруче. Но я пока вроде бы как бы не знаю. Бегаю с ножами. Стоит ли одевать ее? Вот в чем вопрос. Ммм, ребята, как вы думаете? Или все-таки ножи оставить? Хорошо, ребята. В общем, я, наверное, оставлю пока ножи. Ну, а если уже будет острая необходимость, то поставлю булаву. Хотя, я не знаю, наступит ли такое время. Так, что у нас тут осталось? Долхал. Это кто такой? Давайте посмотрим. Ого! 5 чувачков у него. Лукарь, маг. Причем рез. Воин. Тут с ним все понятно, в принципе. И еще маг. Хиллер, да? Ну и маг-воскрешатель. Все, в принципе, понятно. Так, ладно. Мы его трогать не будем. Это смерти подобно, а нам это ни к чему. Тогда давайте другого какого-нибудь глянем. Домовитый. Домовитый, это интересно. О, ребята, да это же мой клиент. Смотрите-ка. Всего двое их. 42 500 дерева и 86 тысяч золота. Это просто находка. Надо срочно возвращать своих ребят. О, как раз он у меня отхилился. Так, все в норме. Давайте, ребята, рванем на... Ёлки-палки, я уже забыл, как его звали-то. Домовитый. Ага. Ну-ка. В бой. Ядрить тебя на корень, а. Ну, не фартануло, ребята. Как видите, он в игре. Ладно, давайте посмотрим вот этого чувачка. И у него 5 человечков. 65 тысяч мощей. Маг. Короче, ребята, давайте, наверное, будем его бомбить. А там уже будь что будет. Справимся мы или нет. Хотя, я думаю, что вряд ли. Так. Ядрить его на корень. Ребят, вы посмотрите, что происходит. Он просто, просто меня разобрал, как... Знаете, как яйцо вареное. Отодрал шелуху и все. Хотя... Нет, нет, шансов нет, ребята. Даже мои тут магические супер-плюшки способности не помогают. Потому что маги это плохо. А когда еще, тем более, сзади этот лучник, арбалетчик бомбит. Тут, конечно же, вообще нет никаких шансов. Ладно, зато снизили себе лишние очки ПВП. Так, давайте поставим их на отхил. И кого-нибудь будем выбирать попроще. Вообще, главное найти, ребята, с кого можно поиметь нормальное бабло и дерево. Так, здесь у нас... Фабиан. Фабиан и Венни. Даже не знаю. 70 тысяч. Давайте, может быть, его попробуем все-таки накумарить. Я надеюсь, у нас получится. Так. Понеслась, родная. Ну, пока он получает от меня урон. И причем довольно неплохой. А как это он так интересно взял? Три мага и арбалетчика. Ну, лучника. Как-то немножко по-дурацки он поставил себе отряд. Вот за такую оплошность, ребята, он распрощается со своими ресурсами. Так, сколько у него? 50 тысяч золота и 26 дерева. Меня это вполне устраивает, ребята. И, в принципе, сколько там? 628 тысяч, да? Деревяшек. По-моему, вполне уже должно хватать. Если я не ошибаюсь. Так, давайте их всех на отхил. Куда ты побежал? Иди возвращайся. Вот так. Уже навострил лыжи, блин. Ладно, давайте подождем, пока они отхилятся у меня. Вот я и не знаю, ребята, что мне делать. Я хотел миллион накопить, но навряд ли у меня получится. А так как мы с вами долго лечимся, я решил все-таки, наверное, проапать наш госпиталь. Сколько? 140 на 620. Именно его. Потому что в дальнейшем без него нам будет туго. Три дня улучшаться он будет. Ну, а куда деваться, ребята? Куда деваться? Ладно, была не была. Все. Это можно сказать, ребята, на три дня я выпадаю из игры. А знаете почему? Потому что любой бой, который я когда-нибудь вообще сделаю. Вы представляете, здесь я могу прибежать и подлечиться. А без него я уже никуда. Я прибегу и буду стоять покоцанный и так долгое время. Ну что ж, давайте на дорожку попробуем вот так вот сделать. И дали нам какого-то фюхрера. Ну что ж, давайте попробуем атаковать его. Так, у меня последняя магия. И ставим что-нибудь на изготовление. Только нормально. Давайте фаербол фиг с ним. Давайте глянем, что он из себя представляет. Так, 70 тысяч мощей. Так, маг, как обычно. Давайте, короче, одним словом нападем. Разбомбим, не разбомбим. Это, как говорится, заключительный у нас будет бой, ребята. Нет, 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 нет. Он вата, поэтому все. Тут уже даже все ясно. Сами видите, прекрасно. Бомбим его по жесткому. Все, рассыпался просто на глазах. Отлично, ребята. С победой нас, с окончательной. Ууу, мы еще и денег-то с него поимели. Нехило. Ну, сейчас они нам ни к чему. О, и прогрессик как раз у нас сделался. Давайте посмотрим, что там за сундучок. Что? Ага. А, нет, там синий нужно еще три. Две победы. Ясно. И, о, бронька, ребятушки. Но кисленькая бронька. Такая нам не подойдет. Ага, хотел. А зачем? Хотя, в принципе, нет, не надо. Это бесполезно. Что он там будет стоять? Отхил, как мы смотрим, ребята, не идет. Видите, не идет отвлечивание моего персонажа. Поэтому бесполезно. А вот единственное, что надо туда кого-то поставить, чтобы он побыстрее закончился. Вот это да. Кого бы нам только туда кидануть-то? Ну, где у меня свободные руки? Пока не вижу поваров. Может быть, в принципе, одного поварен кто-то закинуть, а? Давайте идти сюда. Нечего вам тут уже изучать. Смотрите, мы все-таки экономим очень много часов на этом. Ну что, ребята, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. И уже, наверное, когда у меня все это построится дело. Чтобы уже можно было спокойно воевать. Ну, а для этого нужно, естественно, время. Так что все, ребятушки. Всем пока и до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok